и всем привет мои дорогие подписчики и зрители моего канала с вами как всегда кунька присутствует как всегда на новом канале да глючит витрины с этим ничего не поделать но вот так вот бывает нихрена себя что такое прождите это стикер слушать анимированный стикер из игры прикольно выглядит дальше тут у нас помоечка наша любимая дбдшка не помню и помню ученых тут в инвентаре в инвентаре у нас неплохой калашик 011 но это не критично потому что тут стики кстати 100 процентов от одного стика плюс не не он и гонщик у нас тоже неплохой слушать и блин жалко не золотая корона либо войн там до 100 процентов говоря за эту нашивку можно взять океанское побережье вторая фаза гамма волн жалко немного поношен был прямо завода был бы еще лучше меня просто уже все эти гамма волны в руках передержал прямо завода она вот здесь не имеет скола немного поношенными здесь кола после полевых я естественно себе на плане брал у меня был такой как бы дать предмет в интере но в руки я указки не брал 07 флот гречичные грезы это неплохо но и тут дальше нас мелочевочка на взрыве он толпа 08 я еще могу подметить был красиво по 90 реально красивый я просто не видел раньше может и видим забыл можно законом качество более фиолетовым дает сайт по розовый фиолетовый сет кстати он неплохо зайдет следующий у нас уголек уголька имеется вот такой складной пиксельный камуфляж 037 не особо удачный плот будем честны закаленка подтверждена убийство но она не коцается она темнеет но такая темная мне лично не заходит скоростной звезда то неплохой 022 флот у него коцается магазин и 022 флот на это принципе будет неплохо дальше здесь у нас небольшой стикерит на 024 у меня все тоже было полной 37 что ли я забирал такой стикер давно это было очень давно сам покупал и сам уханулся ну в принципе тоже неплохо 024 это не 037 как говорится о карте сэйра ската 15 у нас какой молодец слушай молодец хоть какой-то еще стикер но блин да я оперативник конечно дегла нет оперативник есть то есть на 400 рублей просто никто да и не сюда если чё я таких оперативников люблю у меня их можно обменять на скины да то есть кино за кейс я не меняю а скины за оперативников всегда пожалуйста но так в целом на поиграть до сойдет следующий у нас белый черный судя по всему инвентарь они просто белые наверно просто белые но смотрите это надо даунгрейдить это надо угрейдить до гряди до механа пушки потому что у нас здесь нет до конца все скины собраны опять же капилляры я не согласен как правильно я уже говорил но своем сети да то есть можно когда я собрал 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 самый бюджетный белый сет видосик есть на канале а я использовал бог червей как подсказали можно взять а в.п.п. с удачно белым паттерном здесь опять же юспа да то есть ну юспан снежная мгла потому что у тебя здесь слишком много лежит бабок то есть но тут очень много надо переделать на самом деле потому что если говорим про бюджетный белый инвентарь кстати вот она кожа которая у меня была чертеж объекта тоже который у меня был но я не согласен с этим двумя предметами не слишком дорогие а здесь ну типа вообще но здесь нет ни хрена белого но не знаю не знаю типа параллакс неплохо да согласен тоже мне по моему использовался броня тоже у меня использовалась но сюда надо либо бог червей либо поп было бы намного лучше плюс два таких взял опять же ствв минимум вэйр ну не знаю не знаю скинчики сами по себе вот эти два неплохие но если мы говорим про фул белый инвентарь бюджетный их надо продавать и даунгрейдить до допустим коллекция механа пушка следующий инвентарь выглядит у нас вот так вороненая сталь после полевых 019 флот неплохо global offensive ну блин не знаю может кому такая ну м к и заходит чего обнаруженная угроза ё-моё ночное ограбление блин начата чувака короче из коллекции дохрена всего едва зеленый вообще кстати не понимал никогда эту раскраску никогда с ним не гонял еще даже там стоил копейки это барокко неплохое стикс но блин конечно вот эта строчка меня напрямую вообще удивляет я понимаю что это коллекционные предметы из них делаются крафты ну типа более ну посмотрите сколько тут всякого такого экзотического вот реально именно экзотика именно экзотика потому что это все коллекционная и блин она из этого стоит дохрена но я имею ввиду если не из кейса из коллекции надо то есть уже за какое-то время выросло чувака такое у меня коллекционный зато предметы ну блин не знаю в этом что-то есть такое если честно то есть то что коллекционные предметы используются для игры потому что стоит они дохрена но 100 это не за хрена чистой из-за коллекции кстати те погло графическое это что-то достоин но так целом да знаете просто ну просто оригинальный инвентарAny давать оригинальный прикольный инвентарь но здесь если честно совпадает но мне кажется человек когда вводил не вводил специальную команду чтобы эта картинка была больше вот плюс ко всему не вставил либо вставила не в избранную витрину либо просрал еще кусок мне почему-то кажется именно в надо такую в избранную иллюстрацию или как-то так называется вставлять и плюс специальный код водить тоже мне кажется и изображение у него то есть стало меньше изначального но от акциям было неплохо чё у нас тут орион ну орион на это орион электрический улей пожелать немного по нужным редко такое вижу молодец довольно-таки чистом император опустошитель и так ну слушаю прям коллекция всем какой трейдер нахрена плеер извините меня приемки m4a4 m4 1 с 2 штуки чё нас тут еще вкусненького то но бс на и ночного ужаса лица троны блин ну неплохо если честно но от блин я где был забыл какой-нибудь по приконе иглока я не вижу ну и между блин мода ну мода мода ну те коллаж 3000 стоит блин я не знаю как относиться к этому ментарю а ну все юс тоже увидел юс коллаж блок м к да принципе ну ладно я возьму свои слова назад здесь есть да дорогие скинчики на поиграть я бы скатал с такими вторым лан следующий инвентарь выглядит у нас вот так здесь у нас складной африканская сетка с пустынным шамахом но я не согласен под пустынный шамах можно использовать зуб тигра можно использовать пыльник но типа африканка она зеленая это желто-коричневый какой-то да типа но это вообще не сочетание так тем в момент истины есть же тут есть тут стикер ну кстати да есть недорогой но есть не кат конечно но тоже есть это лучше чем когда-то кликаешь а пацан вообще ничего не наклеить такой смысле смысле си не глянется без наклеек это как вообще следующий у нас фанат жопа боли в км и профиль ох них и нас тут кстати 800 л красивый лет теперь я хочу 800 себе а знакомые люди знакомые трейдеры знакомые у нас с ним такая влюбованная ненависть друг другу то есть но я постоянно когда видел на сессе писал что он нищий но на самом деле ничего плохого к этому человек не испытывал мне в группе спокойно троится ему бан не дала чё нас тут в инвентаре пылика с удавом согласен согласен хорошее сочетание прям отлично заходит дальше здесь у нас дикое пламя 016 за это конечно же есть овер отлично 025 пожелание на ночь ну знаете она там имеет переплату рублей 20-30 по бафу это хорошо дальше тут у нас сейчас о кстати графическая волна она сейчас выросла как все географические но на картеле по моему самый непопулярный коллаж даже как-то на нем знаете то есть не особо кому и нужно то есть продается но не покупается вот чем приколюха неплохо кстати крауд тигр после привыкли конечно стрёмно но здесь почти 100 этого кельна 14 это неплохо реально нет прикольно это тебе повезло ну а так в принципе а еще стоп кельна сушки ну неплохо реально неплохо красиво мне нравится один из самых гениальных трейдеров и это я не шучу но реально он то есть чувак почти смог нагнуть систему с чем прикол чувак взял у него были boost цены конечно же как и у всех первый там дня три особенно тот самый пик но в первый день сам пик был чувак быстренько все слил и начал заново закупать это я все знаю он как бы делился об этом в чате надо у меня есть собственный чат где также можете общаться там есть и подписчики и трейдеры типа ну такой общий ламповый чатик хотя иногда срочи происходит вот короче он начал заново закупать но он чуть-чуть поторопился с закупкой да то есть я почему-то почти потому что скины остальные тоже дали небольшой рост и начали потихоньку тоже падать но все равно я считаю не критично ничего страшного не ошибается тот кто ни хрена не делает но зато здесь куча всяких ножей новых появилась чистая вода 022 за это есть небольшой over 021 у нас м9 чистая вода кстати часто очень не вижу что ищет либо керамбиты либо м9 но чистая вода для таких людей я думаю это все-таки недосягаемое подешевле надо раскрасочку дальше у нас чистая вода и штык еще 021 эти два 021 скелетный ну ему похрен он дальше ультрафиолет вот вот такой вот уже до него будет полегче затратить как по мне наш нас перчаточки падает с этих то есть у нас тут четыре ножа чистая вода видать это к но раскраска не сильно дала бус поэтому он все-таки начал ее закупать ну не знаю не знаю как говорю все-таки просадка не все равно дали но я надеюсь что человек восстановится все будет нормально то что опять же с егором мы общаемся иногда к нему за совету прихожу на галолка мне за советом хотя не помню что он камень из-за это приходил или был такой может один раз и было ладно дальше здесь у нас мотоперчатки бах я как понимаю это под сажу можно использовать да то есть опять же мы видим что три предмета у нас три раз к 3 модели ножа с раскрасками сажа то То есть, и под это вот типа бах использовать. Ну, можно, кстати, можно. Вот, прямо завода чистая вода, кстати. Ну, не знаю. Вот здесь вот не знаю. Я бы не согласился с этим. Я бы взял после полевых. А здесь, наоборот, я бы взял прямо с завода. Потому что после полевых, что немного поношено, как по мне, но это хрень. Это просто хрена та. Дальше здесь у нас СТ-шный кровавый спорт. Ну, не знаю, опять же, я бы брал не СТ. Но, возможно, он его натрейдил. Надо понимать, что здесь не все было куплено. Естественно, он не весь инвентарь продал. И не весь инвентарь потом закупил. Возможно, что-то затрейдено. Но, опять же, вот ФН я тоже не вижу в этом смысла. Я просто буду рассуждать, что типа он это купил. Просто, чтобы не было так проще. Вот здесь вот уже ФТ-шки, вот тут согласен. Минимум УВР. Ну, спорно. Но, скорее всего, такое затрейдил. Ну, и 18-ый скотч тоже неплохо. Дикое пламя с хорошим флотом. Снежный вихрь прямо с завода. Вот это настолько экзотичное, что я первый раз вижу за похвастанный инвентарем. Первый раз. Первый раз. А она уже год выходит, эта рубрика почти. И я за год вижу первый раз вихрь прямо с завода. Дальше ржавый кобальт. Ну, здесь у нас уже все такое стандартненькое, скажем так. Тут меня уже впечатлить вряд ли, чем он сможет. Единственное, что он может, конечно, стикер слутал. Во, кстати, новая наклеечка. Жалко не стак, блин. Был бы стак. Ё-моё, сколько бы это калашек стоило? Кровь в Ванде. Но 17-ый. 07-ой на Эвануарчик, кстати. Тоже со стаком голографически. У меня такой жарик есть, только у меня с... Скажите, я скажу. Такая приколюха. Я забыл. Забыл, забыл. У меня с G2, по-моему. У меня с G2 тоже голографическими. Неплохо, слушайте. Чего? Гипноз? Ну, не знаю. Не знаю. Конечно, ему, скорее всего, с девочкой просто плюс предложили. Но гипноз... Я что-то вообще не помню, чтобы у меня тоже хоть раз в вентаре был. Да, видите? То есть, вот оно все, что у него новенькое появилось. Ну, вот здесь уже у нас все. Испалась стрейтбаном. Тоже взял уже новый авик. У меня тоже появился в вентаре. Но мне, по-моему, немного поношено он появился. Ну, слушайте. Нет, стикер-то нет. Стикер-то я не вижу. Слушайте, да неплохо. Чего? Изменился глобальный инвентарь. Посмотрим. Я надеюсь, чувака дальше все попрет. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Здесь у нас неоновый гонщик 0.31. Неплохо. Ну, ладно. Не 0.37, давайте так. Уже хорошо. 0.22 игрок за это есть, конечно же. Овер. 0.22 на ионуарчик чистенько. Но 17-ый неоновый гонщик. Поверьте, их настолько много, что как бы за это овер, ну, там может быть копейки. Даже 10 рублей не будет по бафу. Набор музычки. Хромическая аберрация. Ну, блин, тут дальше уже. Дальше уже, знаете, так, ну, если честно, мне смотреть не особо интересно. Ну, я думаю, как и вам. Ну, а так, слушайте, потенциал есть у человека. Судя по всему, трейдер. Потому что, видите, дохрена скинщиков в трейдбане. Желаю тебе удачи. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Здесь у нас бабочка лор. Закаленка, конечно. Была бы хотя бы поношенная, что ли. Ну, в этом случае бы хотя бы поношенная. Потому что закаленка еще и с таким флотом. Ну, не знаю, братан, как будет легко тебе ее обменять, конечно. Но это мое личное мнение, опять же. Африканская сетка. Неплохо. Так, мрамм на градиент. Эх, легендарный нож. Дальше здесь у нас поверхностная закалочка. Две поверхностные закалочки. И, конечно же, давайте посмотрим, есть там в другим или нет. Просто мне это навык так нравится. Она чистая детственная сторона. Вообще, даже капельку синенького не добавили. Вообще, даже капелюшечку. Вот просто хотя бы как муравей бы кончил сюда. Чуть-чуть бы синего. Вообще, ноль. Просто ноль синего. Полностью желтый. Ну, здесь есть, конечно, такой. Но это, знаете, чисто такой воротничок. Ха-ха-ха. Блин, прикольный галстук. Ладно. И здесь, в принципе, ну, ладно. Здесь вот, понимаете, здесь хоть какие-то потемнения видны. Здесь же вообще девственно чистое. Просто, ну да, кто-то может сказать, что вот эта клямочка, но это не подходит. Вот, просто девственно чистое. Ха-ха-ха. Прикол, прикол. Дальше здесь у нас неплохие перчатки. За это есть переплата. Стрёмные перчатки, ну, в этом качестве. О, кстати, знакомые лица. Я этот, я этот вот Глок узнаю везде просто. А, слушайте, их два у него теперь. А, был один, а теперь два. Ну, ладно, надо узнать, какие всё-таки позиции здесь. Так, первый у нас на Тир-4, второй у нас на Тир-3. Молодец, молодец. Да, здесь покиньте ещё разные паттерны с драконами. Я не знал. Видите, здесь дракон закрыт, а здесь дракон вот так. Прикольно. Блин, ну, здесь вот поприкольнее Глок, потому что здесь на Тир-1 хотя бы катавица. И оба Ката, кстати, не тёрта. Это здорово. Да, НБК, растёшь, растёшь, красавчик. О, кстати, небольшой, недорогой крафт. Ещё Ката-14. О, кстати. НБК, так это ты был, ё-моё, не признал. Мне просто уже закидывал трейд, как раз НБК закидывал на это. И там вот эта Ката мне шла в чистый плюс. Но я не захотел такое принимать, потому что ВВСТ, вы знаете, моё отношение к этому. Даже если в плюс дают, я беру только в жирный, в такой жирный, толстый плюс, прям как я. Вот, чем плюсы жирнее, тем и я лучше. Ладно, что у нас тут? Больше ничего интересного. Давайте вот так вот по новизне посмотрим. Потому что он уже был несколько раз на обзорах. Ну да, здесь у нас... О, кстати. Это получается, он так вот залутал. Ну, возможно, возможно. Слушайте, ну неплохой инвентарь. Я уже говорил, не первый раз вижу этот инвентарь на обзоре. Блин, вот гемоглобина. Обожаю мои любимые дуэты. Вот, не раз уже человек был на обзоре, я говорил, не, не, о его инвентаре. Инвентарь классный, но вот это вот, конечно, ё-моё. Перши неплохие, вот как он лор этот будет менять, у него очень интересно. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Легион Анубиса, ВВ-шный Сванец. Ну, слушайте, чё он? Это, получается, начинающий трейдер. Чувак начинает только, ой. Сколько ж интересного тебе на голос валится конченые трейды, просьбы подарить. Потому что даже, ну, у меня же есть группа, я худею с ваших трейдов. Ну, там тоже люди скидывают, у чувака и так нихрена нет. Ну, и в том смысле, то, что начинает всё это только, а его уже просят подарить. Поэтому, удачи тебе, я знаю, что ждёт тебя впереди. Это, наверное, один из самых удачливых плееров, который будет у нас за рубрику похвастаться инвентарем. Во-первых, четвёртая фаза волн. Надо ли говорить, как волны выросли? Правильно. Дальше у нас синий фосфор, который дал тоже охренетительнейший буст к цене. Конечно же, он тоже, я думаю, это озвучивать не стоит. Все это и так прекрасно понимают. Скинчики охрененные, если честно. Здесь флот хорошенький, здесь флот охренетительнейший. Ещё и метальку, здесь кто-то наклеил, ё-моё. Ну, блин, вулкан это вулкан, это не может быть плохо, ещё и флот хороший. Неплохой флот, опять же, 020 на полигоне, с четвёртой фазой, с фосфором. Смотрится просто обалденно. Дальше ещё одна удачная инвестиция, покупка для плея. Сумеречная галактика. Тактика, я помню, когда она стоила 4 тысячи в реал. А кто-то помнит, когда ещё стоила 4 тысячи в стиме. Сейчас такой блок стоит 10 тысяч рублей. Десяточку просто вот сюда вынь да положь. Охренеть. А я помню, реально, у меня ещё с двумя нулями было. О-о-о, да. Знал бы, где упал бы, соломку подстелил. Скоростной зверь прям с завода используется под синий сет. Ну, не знаю, боец, конечно, лучше, но не всем такое нравится. Ржавый кобальт, опять же, выросся не... Ну, про стекло я не в курсе. Про цвет прибоя тоже его, кстати, наклеечки неплохо. Если что, у меня есть ещё цвет прибоя немного поношенный. СТ с фанатиком на Тир-4. Так что, если что, приходи, забирай. Так, что у нас тут? Ну, это я вообще не согласен. Но это я вижу то, что он, не знаю, для какой-то цели, может, либо затрадил, либо докупил. Кальку я бы взял прямо с завода. Ну, извините, ну, такая строчка. Ну, что, кальку прямо с завода не можешь себе позволить. Ну, тебе что, скинуться, что ли, всем каналам? Дальше тут у нас, ну, слепое пятно. Ну, я бы взял бы сюда, я бы сюда залутал модуль. Как по мне, он прикольнее смотрится. Но это, опять же, лично моё мнение. С остальным, да, 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 согласен, согласен. Прикольно, красиво. Опять же, ледниковый покров у меня есть с таком наклеек 2014 года. Да, слушайте, неплохо. Реально неплохой инвентарь. Красивый синий инвентарь. Я тоже давным-давно когда-то собирал, но он у меня был слабее и хуже, чем вот этот инвентарь. Это прям мощный, охрененный инвентарь. Ну, вот это я здесь не понимаю вообще. Дальше здесь у нас получается поток информации. Пока же флот не прогрузился, но поток информации, вы все знаете, это одна из моих любимейших коллекций. О, 0,15 флот. Здесь ещё где-то в районе, наверное, 400-500 рублей переплат за флот. Да, пока эсмани нет, но по бафу есть. Дальше здесь у нас лупоглазый красноглазый. Тоже мне очень... В последнее время мне прям очень нравится этот оперативник. И у меня постоянно забрали его на трейд. И, кстати, стоил он 450 рублей. Сейчас он стоит косой, охренеть. Дальше, ну, так, у меня тоже оперативник был. Он оперативники неплохие. Так, 0,16, 0,16, 0,8. Самое неплохие флоты. Кто-то скажет, конька, блин, всегда говорил, что нахрен оперативник, возьмите скины. Ну, блин, раз уже взял, что? Ну, скажу я это, нахрена ты взял оперативников, возьмил скины. Просто видно, что этот, скорее всего, был затрейжен. А если он был затрейжен, и человек смотрит меня, значит, он затрадил себе это в плюс. Ну, неплохой инвентарь для начала. Что я тебе могу сказать? Удача, брата. Следующий у нас здесь мамкин инвестор, судя по всему. Потому что снежный вихрь. Ну, он где про наклейки? Снежный вихрь, блин, хотелось бы почище. Он коцается, это заметно. Ночной кошмар тоже хотелось бы почище. Неплохая гадюка, но здесь такое. Зато дальше уже наклеечки идут. Ну, это мамкин инвестор. Не знаю, насколько сильно они, конечно, вырастут в цене. Ну, желаю удачи тебе и в трейде, и в инвестициях. К сожалению, красивый профиль этого чувака я не могу показать. YouTube в последнем времени ставит очень сильно палки в колеса за всякие такие вот купальники, вливчики, витрины. Извини, братан, я уже видел. Вы можете тоже посмотреть по никнейму в предыдущих выпусках уже был. Я уже говорил, что у него очень красивая витрина. Но, к сожалению, плохо анимированы. Дальше здесь тут не спать на качество послеполевых. Ну, блин, патина, ладно. Орион. Это он, это он, это Орион. Аниме. Еще немного аниме. Ну, она неспокойся, не такой уж анимешная. Ну, блин, знаете, тут вроде такое ощущение, что какой-то, ну, красный сет назревает. То есть, смотрите, видите, скины более-менее одного тона. Ну, то есть, ну, им присутствует красная, так скажем, краска. И патина такая. Ну, не знаю, она прямо вот реально среди толпы урод какой-то. Может, конечно, человек начал переделывать под белый сет и просто еще не успел. Но, опять же, здесь и Орион совсем недавно залетел. А он оранжевый. А может, человек просто берет скины на трейд, и я просто ищу смысл там, где его нет. Ну, знаете, да неплохо на самом деле. Но я прям вот не знаю, не знаю. Неплохо, конечно, но ты мог и лучше. Кунька, оцени инвентарь. Да пошел ты в жопу. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Опять же, нож охотничий мрама на градиент. Я говорю, у меня с этим ножом только теплые мысли, теплые воспоминания. Старттрек, поток информации. Ну, был бы не стартек, было бы лучше. Прямо с завода неонуарчик. Прямо с завода их вторая фаза гамма-волн. Ну, неплохо, неплохо, красавчик. Виталити стоит холла. Сколько? Сколько, сколько? Полтора рубля. Это Виталити столько стоит? Хренеть. Вот эта бабочка золотая. Дальше здесь у нас красная линия, кстати, с неплохой наклеечкой. Музыка. И даже не стэшная музыка, чего? Реально обычный набор музыки. Не стэ столько стоит, коренеть. Господи, там что? Там, я не знаю, звук трущихся друг друг сисек, что ли? Я не знаю, что там за звучка должна быть реально. Я просто за музыку не шарю. Ну, кстати, хоть что-то. Да, это не ката, но это неплохо. Это, опять же, холла. Холл наклейки у нас выросли. О, кстати, а вот это поприкольнее. Вот был бы здесь крафт вот этот полноценный. Был бы прикольней. Тут ваку вообще лишний. Ваку тут не нужен. Еще стикер. Жалко, вот это не холла. Такая наклеечка холла 6000 стоит. Не-не-не. Я все пытаюсь такую наклеечку. Так, таких наклеек за деф забрать. На бабе. Меня у всех, кто мог... Чего? Блески стоят 426 рублей? Господи, да что с ценами? Блески, камон, это фиолка. Откуда 400 рублей? Да уж, да уж. Кстати, металик к нам. Круто. Вот это ты, наверное, удачно синвестировал. Чего? Они стоят... А, нет, типа дороже. Я уж такой чего, Рио дешевле. Ну, точнее, Рио дороже, по-моему, блин. Но тут просто вот этот пожарный знак сзади, блин. Он путает меня. Он меня путает. Ну, а так, слушайте, вот здесь инвестиции. Да и так стикерят есть. Ну, и поиграть есть чем. Неплохо, молодец. Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить свое объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив. Поэтому трейдер здесь может выложить спокойное объявление. Ну, а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужные скинчики, и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать с Кайсмани, Трейджи Джи и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется «Я худею с ваших трейдов». В чем суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее и тому подобное. Поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходит оповещение на ютубе, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народно, на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придет оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходит оповещение. На мой дискорд, на мои группы все ссылочки будут в описании. Следующий профи у нас выглядит вот так. Жалко, не подмигивает ничего такого. Просто вот у нас небольшая такая анимация на голове. О, слушайте. А здесь-то у нас неплохой ножик залетел. 0,18, кстати, я бы озолотал. 0,18, ручная роспись. Она, ну, роспись подросла сейчас, конечно, в цене. Но я думаю, когда этот чувак увидит, через две недели получается. Через неделю. Ну да, где-то полторы недели. Он у него уже, может быть, и выйдет из трейбана, и цена упадет. Ну и хромическая аберрация. Перчи, конечно, оставь себе. Королевский змей, своего змея будешь в них душить. Ну а так, на мишку аберрацию, конечно, им девятый я бы забрал. Здесь у нас уже бывали такие витрины и не раз. Это мы все видели. Ну и все это глючит, как всегда. Потому что что? Правильно. Во-первых, ППНК. А во-вторых, ну, Steam еще и сам себе добавляет дров в костер и начинает глючить, как черт. Ну и здесь у нас лапки. Прикольно. Прикольно. Дальше у нас тут что интересного. Классический нож. Немного поношенный. Ну, не знаю, не знаю. Вот о чем я говорил. Steam тупит, из-за этого расширение тупит. Оно уже, вот, прогрузило, блин, ценники, но не прогрузило в флот. Понятно, нам в флот придется угадывать. Я не виноват, народ реально. Видите, они на ценники прогружают расширение. А вот флот вызывает у нее какие-то проблемы. Прогрузка флота. Блин, ну что за фигня. С 25-го обновления все-таки заработало. 0,9 классик нож. Не туда и не сюда. Не. Ну, давайте скажем, что хорошо. Дальше здесь 034-й, но я не замечал на нем коцак. Там кто-то говорит, что он фиолетовым переливается как-то с трещинами. Ну, и я такого не видел. Но я и не особо вглядывался, если честно. Поток информации после первых. Пока что все дефолтненькое. ВВ-шка, фу. Может было бы после полевых. Ну, типа, вот эстэшный диггл, да? Поток информации. Даунгрейнит его. Апгрейнит это калашик после полевых. Но пускай это будет радовать твой глаз. Ну, почему же вы все шоколадным глазом смотрите-то на свои скины? Тем более, здесь, судя по всему, плеер. Тем более, должно волновать, как выглядят твои скины. Ну, посмотри просто. Зайди на торговую площадку и посмотри, как это выглядит в игре. Не переродится в ВВ-шной после полевых. Особенно, если еще хороший флот. Она намного ярче и приятнее глазу. Ну, а так, в принципе, да неплохой инвентарь. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Здесь первая фаза у нас волн. Ну, флот, кстати, тоже неплохой. 1-5-4. Дальше у нас не дотяну до Блэкскопа. Он просто, он шел-шел по пути, этот Азимов, и сдохнет. Ладно, просто понимаете, он не настолько чистый, чтобы для плэя. И не настолько грязный, чтобы для Блэкскопа, который ценится. Дальше у нас Гидра. Потом Неоновый гонщик неплохой, 0-20. Азимов. 0-19-й Нуарчик. Опять поношеный императриц. Спасибо, только недавно виделись. Гамма-волна неплохая, немного поношеная. Неонка неплохая, 0-18. Что у нас тут еще интересненького, вкусненького? Кстати, Снежный вихрь. О, как знал, случайно пропустил, потом такой, ну дай-ка классно посмотрю, стак наклеечек есть все-таки. Вот изумрудные завитки, конечно, обидно, что тоже без стикер, да, зато здесь стикерят. Ну, не знаю, не знаю, конечно, ВВ-шка, блин. Потому что, ну, вы знаете мои отношения, я ВВ вообще терпеть не могу, просто. Мне реально, у меня от него прям калит от ВВ качество. Если это, конечно, не классический нож, кровавая паутина. Ну, и здесь у нас немного инвестиций. Классный, неплохой инвентарь, но, конечно же, первую фазу в сочетании с изумруд. Вот, ну, не знаю. Дальше у нас здесь Мамкин Инвестор. Розовые муза. Блин, капец, они стоят просто две тысячи. Раньше за две тысячи можно было голдовые взять. Мне страшно представить, сколько сейчас голдовые стоят. Ну, здесь у нас Мамкин Инвестиции, что я могу сказать. Удачи тебе в этом. Следующий инвентарь выглядит у нас вот так. Здесь у нас фальшен, мраморные градиенты. И также человек спрашивал, какой флот можно, ой, какой флот, какие перчатки можно дешевые взять. Я вам посоветую лично брокер, острые иглы. Ну, а вы пишите в комментариях, какие бы вы ему посоветовали под мраморный градиент. Флот прикольный, зеркальный такой. Ну, это, естественно, никак не переплачивается. Ну, а только чисто, если он 0.1, уже за сам 0.1 флот. А то, что он зеркальный, вряд ли кто-то переплатит. Дальше у нас здесь Опустошитель 0.7 флот. Так, что у нас тут еще интересненького? Калька 0.7 тоже из-за этого овера небольшой. А может и большой, хрен его знает. Я просто, ну, калькой после полевых такой чистой не занимался. Картель, кстати, неплохой. Неплохой. Вообще неплохой. Индиго, кислотный градиент. Кстати, кислотный градиент видел, чтобы часто использовали в крафтах. Дальше тут у нас Валентность. Ну, понятно, Валентность, Невалентность. И все, в принципе, да, стикерда мы больше не увидим. Ну, мало ли просто. Нет, стикерда больше нет. Ивентарь неплохой. Че, ножик есть, калашка есть, МК есть, АВИК есть. Че еще для счастья надо? Калашка, калашка. Юсп, ГЛОК тоже есть. Диклайн не вижу. Только вот такой, если использовать. Ну, не знаю, я бы хотел получше дикл. Еще одна наклеечка. Не помню, не так давно я выбивал за... Она стоила 300 рублей. Сейчас она стоит 1300. Охренеть. Пламя, кстати, с наклеечками. Калумба с голографическими. Неплохо. Напустошитель прям с завода. Красная линия. О, ха-ха-ха-ха. У меня точно такая же красная линия, только у меня 0.17 флот. У меня это все более ценное, потому что более хороший чистый флот. Ну, а так тоже неплохо, неплохо. Прям брат мой по красной линии. Только я красивее. Ха-ха-ха. Че у нас тут, кстати, еще наклеечки. Так, понятно. Еще она. 333 рубля жопа стоит. Ё-моё. Вот народ, ну вы сумасшедшие. Я ее раньше можно было за 20 рублей в стиме. Ну, а не 20, но полтинник точно ее можно было раньше купить. Да, блин, вовремя люди опомнились, начали их скупать, конечно. Ну, опять же, видим то, что мамкин инвесторы. Вот оно выросло в цене. Начало расти или вырастить. Потому что все. Возвращают свой старый логотип. И все, люди начали их скупать. Тем самым мы создали и для них такой буст цены. Но все равно жопа впереди. Остануя стоимость инвентаря здесь составляет у нас охотничий нож. После полевых 0,20 флот неплохой. БСК, конечно, мое почтение. Зато 0,16 вихрь. Это неплохо. Но больше, к сожалению, я не вижу на что здесь обратить внимание. Поэтому, ну, в принципе, неплохо. Ножик есть, а это уже хорошо. Некоторые без ножа вообще играют. Наверное, минут 20 ждал, пока прогрузятся все флоты. Здесь у нас, как мы видим, опять такое сочетание. Это пыльник плюс удав. Потому что, ну, реально неплохое сочетание. Дешевое. Под коричневый сет можно использовать. Правда, коричневый сет. Ну, не знаю, какой сет собрать. Ну, а нам поток закаленный. Дальше у нас крестная линия, кстати, с файзами. 100% наклеечки. Да опять поношенная императрица. Вы меня что, прикалываетесь? Надо мной, я не понимаю. Народ, раньше был поношенный чинтик, теперь поношенная императрица у всех. Это какой-то флешмоб. Выпи секунду одним поношенным скином. Дальше у нас здесь жирнов, кстати, с наклеечкой одной. Есть за это овер, небольшой, но есть. Я помню, я как-то задев забрал. Такой вот, призвешенный фанатик с двумя такими наклеечками. Ну, чё, неплохой инвентарь. Поиграть можно только качество, я бы апгрейнул и поиграл бы. Этот профиль мы видели давным-давно. Здесь только глаз в окошке шевелится, и она моргает чуть-чуть. Но не дышит. Она у него, я не знаю, зомби. Должно дышать ей не надо. О, у них и насть, наконец-таки. Наконец-таки инвесторы в Dota 2. О, в Dota 2, в Dota 2, наконец-таки начали получать прибыль, потому что выросла до пятихатки. На пять ножек охотничий мраморный градиент, и опять флота не прогрузились. За твою мать. Ура, флота прогрузились. Всего лишь надо было опять обновить и VPN-ку поменять. Чё у нас тут охотничий 007? За это есть овер. Хотя, как некоторые говорят, мраморный градиент не имеет переплаты за 007-й флот. Дэ-дэ. О, кстати, красиво. Красиво, да. Сто процентов от одной наклеечки, как минимум, можно взять. Ну, и здесь то же самое. Продающий первый раз такую наклейку вижу. Немного поножный поток. Ну, тут коллекция поток информации неплохая. Но 19-е пламя есть за это овер. Но 18-е неоновые есть за это овер. Но 16-е тоже есть. И 0-15-е, возможно, небольшая есть. И опять же, немного мамкиных инвестиций немножечко вам тут залетело в ленту. Ну, да, кстати, не сказал бы, что немножечко. Потихонечку тут смотрите, как и жопа, и сколько. Интересно, а когда вы это всё продавать собираетесь? Вот мне просто интересно, знаете. А если какой-нибудь самый известный ютубер по кс-гол скажет, то всё, народ. Ну, в кс-2 наклейки можно будет отлеплять, прилеплять. И вот эти все наклейки, которые у вас в инвентаре, они обрушат рынок. И все в панике начнут продавать. Насколько же сильно вы сможете рынок опуст... Ну, просто обрушит, когда все начнёте это продавать. Хорошая гипотеза. Принесите бумажный пакетик. 0,90 за... 0,91 закалённая старт-трек-патио. А-а-а, как страшно. 0,73 легенды. 0,38 перчатки. Да. Ё-моё, братан. Ну, конечно, очень красиво, очень жёстко. Два ледяных угля, которые капризны к флоту. У него просто стёрт нахрен весь магазин. О-о-о, блин, ну слушай, ты прям... Да, мне интересно, с кем же ты так удачно для того человека обменялся. Либо за сколько ты в плюс, либо это с кейс баттла, может, он всё вывел. Кстати, мне кто-то писал, что у него последние два ножа, и это задарил Габен. Не, это не он точно. Это точно не он, но... Потому что всего два ножа. Что я тебе могу сказать? Удачи тебе. Безумный хентай, который у нас уже был. Как-то эта витрина, помню её. Ё-пперный театр. Ну, так хватит, что у меня вообще расширение дохло просто, походу. Ну, что у нас тут в инвентаре? О-о-о, кстати. Пиксельный камуфляж лес. Вот они, эти перчатки. Диверсант. Блутхаунд. Вот про эти перчатки я всё время говорил. Либо обмотка, либо обмотка. Либо обмотки, либо вот эти перчатки. Блин, отлично заходит. Пиксельный камуфляж лес. Единственное, что сюда северный лес тогда надо. То есть, под это вот лучше северный лес, а не пиксельный камуфляж лес. Ну, тоже нормально, тоже нормально. Уголь 0,20 неплохо. Элитное снаряжение 0,15 неплохо. Так, наклеечек здесь имеется. Потом, ну, судя по всему, здесь собирается зелёный сетик. Потому что, видите, новые скинчики у нас. Они преимущественно зелёненькие. Ну, слушай, брат, неплохо, неплохо. О, нихрена себе. Чё-то наклеено, а чё хрен поймёшь. Белый автограф на белом фоне. Ой, как здорово вы придумали, ребята. Вообще, пацаны, красиво. Даже никакого контура не сделали, чтобы просто максимально сливалось. У тебя просто какая-то белая пляшка была. Ну да. Ну, слушайте, изменения-то нормальные. Нормальные изменения. Мне нравится. Молодец, красавчик. Красивый сет. Следующий инвентарь чувака, который уже не раз был в оценке инвентарей. Поэтому давайте здесь посмотрим, что у него новенького появилось. Бамбуковые заросли. Ну, типа, да, наверное, бамбуковые заросли. Прикольно. Поношенные следы асфальта. Ну, с наклейками. Причём, одна тёртая из них. Ну, не знаю, не знаю. Дальше. Бог червейк неплохо. Призначенный фанатик. Чё у нас тут ещё интересненького? 0,19, кстати, за это есть овер. 0,37. И, так, может, какой-то стикер ещё жёсткий у чувака появился? Мне прям реально это интересно. Может, стикер какой-то жёсткий появился? Ну, да, вот, Na'Vi, Кёльн, смотрите, жёстко всё. Но это мы уже всё видели. Это мы уже всё видели, это мы всё уже знаем. Ну, слушай, большие изменения на целую страницу. Молодец. Следующий у нас Хомячеллы, который уже постоянно тоже просится в оценку. Надо реально ввести отдельный список, сколько раз вы просите в оценку. Если больше, чем два раза подряд, нахрен исключать на три выпуска. Чтобы мы, по-моему, успели соскучиться, естественно. Ну, классический, после полевых. Это классика. Это классика, это знать надо. Ну, кстати, это я уже говорил, здесь 100% от одной наклеечки можно попросить. Но это всё мы уже, в принципе, и видели. Здесь нас нечему удивить, потому что мы это уже всё, абсолютно всё видели. Ну, молодец, Хомяк. Дальше у нас опять любители помойки. Этот крюк узнаю из тысячи. Эту помойку, и сколько я в ней нервов потратил, но зато высоко поднялся. О, не фа себе, не фа-фа-фа себе. После полевых 0.21 есть за это овер небольшой. Патина поношенная, моя любимая. Ну, перчаточки, ну, хотелось бы, конечно же, почище. СТ-шечка. Что у нас тут есть? Скорбь в 1.016. А вот здесь есть стики? Ну, блин. Эй, какой облом. Вот просто, ну, это, знаете, как девушка с большой грузью, ты снимаешь лифчик, а там оказался пуша по бьём. Не. Обломчики, обломчики, конечно. А я ждал, надеялся и верил, что там есть жёсткий стикеред. Ну, чё тут у нас первая строчка, вторая строчка жёсткая, третья уже такая, с четвёртой, более-менее. Неплохие ножи. Опять же, лучше иметь хоть какой-то нож, чем никакого. Но здесь целых два ножа. Конечно, поношенная патина, мое почтение, опять же. И страж без стикереда. Но инвентарь, скажем так, неплохой. Для трейда прям вообще ништяк. Следующий сказал заведующий. По-моему, не раз мне прилетал от него трейд. А, нет, он у кого-то принял трейд. Просто знакомый, ВВ-шный нож. Сейчас прогрузится флот ещё. Семь грёбанных часов спустя, наконец-таки, у меня прогрузились флоты. Так, чё у нас тут? 0.42, пипец. 0.38, опять же, поношенная. Зато после полевых перчаток спецназа. Ммм, двое перчаток, один нож и тот, который поношенный. Да вы гений трейда, я посмотрю. Вы знаете, этот мир лучше, чем я. Потому что я херов, знаете, зачем такое принимать. Хотя, если в жёсткий плюс даёт. Если тут, допустим, этот ножик в чистый плюс был, то бы я тоже принял, конечно же. Я уже в жёсткий плюс своё принимал, даже тычки и патина. Поношенные, естественно. В жёсткий плюс принял. Ну, чё здесь? Инвентарь трейдера. Удачи тебе в трейде. Ну, тут у нас хазбик, естественно, хазбик. В инвентаре имеется у нас пожелание на ночь. 0.22, неплохое. Снежный Мглаз, КТАВИСА 19. Ля, ты шо. 0.18, ИНУАРчик. И элитное снаряжение. Неплохо. Следующий у нас жёсткий белый инвентарь. Дома, такая сталь неплохая. Поток информации. Кстати, тоже с крафтиком. Потом у нас крафт идёт. Пустынный повстанец. Кто-то говорит, что да, он подходит под белый сет. Но мне кажется, лучше азимов использовать. Механопушка согласен. Поп. Ну да. Но тут тоже бы азимов использовать, если честно. То есть взять вот до уграйнути это до механопушки. Но сюда азимов после полевых, сюда азимов закалённый. И прям, блин, шикарно было бы. Смокинг. Ну, согласен. Опять же, захоронение. Можно, в принципе, попробовать, да, типа черепаш белый. Но билет в ад. Ну, тоже можно, да. Потом патина прямо завода. Тоже использовал у себя её в белом интере серебро. Ну, неплохо, неплохо. Неплохой инвентарь. Говорю, я буду это лучше до уграйну, буду до механопушки. Это апгрейну бы до азимова. Это тоже до азимова. И было бы гораздо прикольнее, как по мне. Знаете, то есть плавно размазать бюджет на три скина. Ну, на три оружия. Нежели всё вкладывать в односка, грубо говоря. Дальше здесь у меня мой один из подписчиков. Топовых донатеров, постоянных донатеров. И просто хороший мальчик, судя по аватарке, да. Здесь у нас коготь, вторая фаза, которую он забрал у меня. Неплохой ножичек. 0,21 водительские перчаточки. Это, конечно же, имеет у нас переплату за флот. Тут у нас тоже переплату за флот. Плюс стак наклеечек 100% от одной можно попросить. Здесь у нас переплату за флот. Плюс стак наклеечек 100% от одной можно попросить. Здесь у нас тоже неплохой флот. По-любому есть переплату за флот. И также можно за стак попросить. О, Галиль конфетка. конфетка прикольно дальше 018 неонщик конечно из переплата но 7 есть переплата 015 есть переплата здесь у нас ну небольшая переплата будет за наклеечки на пожелание на ночь 100 процентов от одной наклейки здесь у нас океанское побережье тоже небольшая переплата наклейки здесь кромические операции 100 процентов от одной наклейки здесь у нас небольшая переплата за наклейки забирал у меня кстати этот скоростной зверь по моему по моему меня он золотал от скоростной зверь так у нас предокон-предводитель, но здесь тоже идет небольшая переплата за наклеечки. Не он и варю цена 100% от одной наклейки. Флота здесь тоже удачная, но это плеер. Надо понимать, что это плеер у нас, поэтому у него здесь все с хорошим флотом, естественно. Кстати, вот и фиолет, ну я бы сюда пульс использовал, но я знаю, что этот винтарь скоро будет меняться, скажем так. Здесь 100% от одной наклейки. О, блин, ну хоть здесь без наклеек, а здесь тоже наклейки, но просто все обклеено. Все обклеено, что можно. Кстати, 98% фейда это тоже не хреново. Это тоже не хреново. О, еще переплата за наклеечки. Ну все, обклеено. Абсолютно все. Переплата за наклейки, переплата за наклейки. Блин, я уже эту переплату за наклейки устал говорить. Вот реально, как тебе на канделаке там все время быстро так тараторит. Ну здесь тоже самое. Ну фанатно, фанатно. Здесь у нас везде имеется переплата за наклеечки. Все у нас тут сочно, вкусно и сладко. Ну и плюс розово-фиолетовый сет. Фул. Фул розово-фиолетовый сет. Человек использует для того, чтобы поиграть с удовольствием. Вот о чем я и говорил. Вот как должен выглядеть ваш инвентарь, если вы плейер. Чистенькие флоты, красивые, скинчики. Да, то есть так вот, хоп. И все прям красиво, чистенько, как надо. Прям великолепный сет. Следующий инвентарь у нас уже попроще. Здесь у нас фантомный вредитель. И опять флоту не грузится. А не, вот потихоньку оживает. Надо дождаться. Обожаю записывать похвастаться с инвентарем, когда тупит стим, потому что ждать приходится очень долго, пока это все прогрузится. Что у нас тут интересненького? 032, 028, 018, кстати. Со стаком наклеек можно 100% от одной наклеечки попросить. Блин, эфрозавр, блин, кипец. Так ценится жестко падает. Ну, потому что наверное, народу не всем зашла эта эмочка. Хотя это одна из немногих эмок, которые можно использовать под зеленый сет. Ну, че, неплохой инвентарь. Удачи тебе в плей, судя по всему. Следующий инвентарь у нас выглядит вот так. Бабочка вторая фаза. Она так же прекрасна, как тогда, когда я решил стать трейдером ради того, чтобы дойти до этой бабочки. Естественно, сейчас я ее могу себе позволить, но сейчас, когда я уже дошел до такого балика, она мне уже не нужна, потому что для трейда она будет довольно-таки сложна. Дальше 96% фейда. Тоже будет сложно трейдить. Это очень хороший процент фейда, но и при этом очень дорогой. 0.48 порог. Здесь имеется бешеный переплат за флот. Да, народ здесь, вот именно на таких перчатках. Это будет очень сильно ролять, но я бы такие не стал брать. Они сильно, очень сильно стираются. Если мы говорим про вторую фазу, сюда отлично заходит, на самом деле, императорская клетка. А под порог лучше использовать как раз градиент. Дальше здесь удар молнии у нас со стаком наклеек. Разных таких вот форм, и при этом классные раскрасочки. Жалко, что чувак, я не знаю, то и он не стал сливать, то ли у него не было возможности. Ну, то есть, не стал либо не было возможности, но удар молнии был в таком жестком пике. Реально, можно было вот за эту сумму его продать на бафе за 57 тысяч. Дальше здесь ВВ, СТ, все как надо. Сувенин, Десерт Игл. Не вижу в нем смысла, потому что, ну, извините меня, можно взять обычный, он растет в цене потихоньку. Дальше здесь у нас поток информации, и вот это дешевле стоит. Но, если доплеят, то, в принципе, ладно. Дальше поток информации поношенный, потом немного поношенный, кстати, с классной жопкой. Здесь то просто платаны наклеечки. 0,8 флот, за это и есть переплата. Так, что у нас тут еще интересно? Два оперативника самых дорогих CSGO. Но 17-е подтвержденное, тоже есть за это переплата. Потом здесь у нас, ну так, по мелочи, жопка одна. И, в принципе, и, в принципе, это все, да? Ну да, здесь небольшие маккин инвестиции, блин. Но вот смотри, как некрасиво смотрится. Вот эти четыре капсулы, они явно лишние. Не, вот эти остыки, вот эти четыре, блин. А тут все, три с жопой осталось. Ну, е-мое. Тогда вот эти 4 капсулы лишние, надо их мне закинуть. Ну, а так, что, инвентарь жесткий, что я могу сказать? Удар молнии раньше была моя мечта. Бабочка вторая фаза, но я уже сказал, из-за этого жизнь трейдера-то и появился. Я изначально планировал себе как раз апгрейдить. У меня бабка была ручная роспись, и я планирую проапгрейдить как раз для волн, до волн, извиняюсь, второй фазы. Так что одна из целей моих раньше была. Ну, а сейчас уже это цель в прошлом. Атака инвентарь прям, блин, жесткий. Ну, а на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии. Народ, они очень сильно мотивируют меня делать видосы дальше. За это каждому из вас огромнейшее спасибо. Ссылочки, которые вас могут заинтересовать, будут в описании. Ну, а с вами был Капси, Дакунька. Желаю всем позже подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!